Как проходят естественные роды на Бали в центре Бумисихат? Яйасан Бумисихат – это центр естественных родов прежде всего. Это международный фонд помощи, основанный для индонезийского населения с тем, чтобы предоставлять местным жителям бесплатную альтернативу медицинскому родовспоможению. В клинике Бумисихат, как я уже говорила, я провела последние 4 года с момента рождения моей первой дочки. И стало времени здесь, я помогала русским женщинам в родах, в беременности, вела их в беременность, а также помогала в индонезийских родах. Как я уже говорила, центр открыт абсолютно для всех. Здесь могут рожать женщины любой национальности, вероисповедания и культурных особенностей. Единственное условие для предоставления услуг центра – это здоровое течение беременности. Все принципы работы этого учреждения построены на любви и уважении каждой отдельно взятой семьи. Вся внутренняя работа здесь пропитана убеждениями основательницы этой клиники – Робин Лим. В центре есть свой протокол, безусловно, которому обязаны строго следовать акушерки. И тем не менее центральный концерт клиники заключен в служении женщине и новорожденному, в уважении и удовлетворении их элементарных потребностей. Здесь, в клинике, никогда не разлучают мать от ребенка. С момента рождения и до выписки все малыши находятся исключительно рядом или под боком у своих мам. Их никуда не уносят, ни для каких процедур, ни для того, чтобы помыть, ни для того, чтобы измерить. Во время родов и после в клинике максимальным образом поддерживается приглушенный свет. За исключением случаев, конечно, когда яркий свет просто клинически необходим. У нас в центре нет повсеместной практики проставления уколов окситоцина послеродовых, как профилактика тонического кровотечения. Сам препарат всегда доступен, но к использованию его прибегают лишь в случаях реальной необходимости. Семья после родов остается наедине сразу, как только акушерки смогут убедиться в стабильности обоих, матери и ребенка. Но при этом убедящие все 24 часа смены акушерок всегда готовы ответить на любой вопрос мамы или папы. Помочь подняться в душ, в туалет, перепеленать малыша и даже забраться с становлением грудного вскармливания. Скажу еще здесь, что в Буми-Сихат 100% статистика грудного вскармливания. Собственно, само намерение мамы кормить грудью является также обязательным условием для родов в нашей клинике. В каждой родовой центре есть две кровати. Это видно на фотографиях, которые ротируются у вас на экранах. После рождения акушерки всегда могут помочь желающим взвенуть эти кровати друг к другу, для того, чтобы папа мог провести первую ночь или две вблизи со своим ребенком и с женой. Таким образом, обеспечить элементарную физиологическую безопасность завершения родов для роженицы не так уж и сложно. Достаточно лишь довериться природе и позволить маме и малышу находиться все время в непосредственном телесном контакте. И что же говорить об общечеловеческих аспектах этого подхода? На каком сроке лучше приезжать в вашу клинику? Не опасна ли резкая смена климата для беременной малыша? Непосредственно по Буми-Сехат вопрос. Я считаю, что не опасно. Сколько уже этих мам прилетело и улетело, и все себя чувствуют неплохо. Я считаю, что лететь нужно как минимум за 2-2,5 месяца. Более того, у международных практически всех авиакомпаний есть определенные правила по перевозке беременных пассажиров. И правило это сводится к тому, что женщины, находящиеся в беременном состоянии, могут летать только до 32 недель срока беременности. Поэтому если вы, собственно, сидите в России, более того, нужно просто будет подготовить какую-то серьезную справку от врача, которая подтверждает тот факт, что вы находитесь не далее, чем на 32 неделе в своей беременности. Но опять же, новая страна, новое место. Нужно все равно прилететь, осмотреться, оглядеться, привыкнуть к новому климату, как-то маломальски обжиться, навести уют в новом быту, в новом доме. Это для рожающей женщины, мне кажется, самое важное и важнее, чем адаптироваться к климату. Потому что психологический, эмоциональный аспект, он важнее порой, чем любой физиологический. Далее узнаете, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Ольга и Светлана, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный, немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых эксперты-помощники из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения в мире». Для этого нажимайте на кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал, «Ребенок рождает родителей». Мы рождаем новые роды в мире. Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. С вдохновением, Ольга Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!